Множественные аварии с маршрутками, произошедшие в Рязани за прошедший год, получили продолжение. Только за первые два дня этой недели три пешехода были сбиты водителями маршрутных такси. Однако аварией признается не только ДТП с участием двух и более автомобилей, но и происшествия внутри транспортных средств. На днях в сети появилась фотография юной рязанки. Ее мама поделилась своим негодованием в интернете. Хочу поделиться своим ужасом. Моего ребенка сегодня затолкали в маршрутке, в результате чего под глазом зреет фонарь и царапина над бровью. Огромная просьба, пожалуйста, будьте хоть немного человечнее. У нас маршрутки и автобусы не раз в час ходят. На всех местах хватит. На самом деле проблема переполненности маршруток ложится на плечи самих водителей. Только они могут предотвратить давку в микроавтобусе. Здесь важно помнить, что любое происшествие, такое как падение пассажиров в салоне маршрутного транспортного средства, также является дорожным транспортным происшествием. И оформляется по всем правилам оформления ДТП. Давка в маршрутке может привести не только к травмам, пример которых мы привели выше. Люди, проезжающие в микроавтобусе стоя, больше сидячих пассажиров подвержены падениям. Кроме того, в переполненной маршрутке преступникам легче совершить кражу, а пассажиры и вовсе могут испортить свои вещи, такие как пальто, сумки или обувь. Если водитель сам не предпринимает мер по соблюдению правил перевозки пассажиров, люди должны стать более благоразумными. Ведь в действительности маршрутки двигаются не с такими уж большими интервалами. При перевозке пассажиров в салоне маршрутного транспортного средства, сверхустановленного количества, водителю грозит административный штраф в размере 500 рублей. При этом водитель привлекается к административной ответственности по части 1 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. За 2017 год сотрудниками госавтоинспекции Рязанской области было выявлено порядка трех тысяч подобных нарушений. При этом более двух с половиной тысяч только в областном центре. Так что граждане, которые влезли в так называемую банку со шпротами, должны быть готовы к тому, что и в этом случае они могут опоздать на работу, если микроавтобус остановят сотрудники ГИБДД. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».